Вносит речь непринужденность, но при этом забыли указать, что эта непринужденность свойственна не только разговорной речи. Я, конечно, это оценивал положительно, что так, полный, хорошо все из словаря взяли, но помните, что вот яркая формета, формета разговорная. Но разговорная не означает, что слово только в разговорной речи. Разговорность – это один из коммуникативных векторов, и этот вектор связан и с публицистикой, и с художественным студентом. И может появиться вообще за полный день при условии, что вы хотите задать речи непринужденности. Мне показалось, что те, кто справился с зачетом, они, в принципе, поняли слова, но даже те, кто понял, как-то меньше уделили внимания вот таким штукам, что в словаре информация дается не как терпичек информативный, а как сложный объект, который нужно понимать и рассуждать. Ну ладно, я вам хотел отдать чуть позже, ваши контрольные. А пока мы с вами продолжаем работать с лексическими нормами русского языка. Наши темы лексические нормы русского языка. Мы с вами завершили прошлое занятие на том, что говорили о парогимах, и, как вы помните, говорили о микрокомпонентах значения, и о том, что когда мы работаем с точностью речи, то именно понимание микрокомпонентов позволяет нам говорить точнее. Если в прошлый раз мы говорили, ну, как бы названы нами первые механизмы, о первых механизме точности, точности, связанном со значением, то сегодня хотелось бы подчеркнуть, что и у нас дальше написано два механизма, типовая сочетаемость, слово и стилистическая окраска, слово, что все это тоже задано микрокомпонентами значения. Ну, например, я вам уже говорил о словосочетании «сладкое небо», помните, как вы на лекции упоминали его, это не типовая сочетаемость, да, «сладкое небо», у неба нет вкуса. Когда, вот представим, что это слово «небо», если рядом мы ставим слово «сладкое», то что у нас происходит со значениями слова? У нас идея вкуса туда привносится, потому что слово «сладкое» без вкуса не понимается нами. А если понимается, например, «сладкое» как «нежное» или «желанное» или еще какое-то, то эти компоненты, они будут туда привноситься. Поэтому, когда мы говорим о типовой сочетаемости, мы все время говорим о связи внутри значений. Чуть сложнее со стилистикой, потому что стилистика не расположена, по большому счету, внутри значений, но ее можно изобразить, как некоторый ореол вокруг значений. То есть она, как правило, не проникает внутрь, а находится снаружи значений. Но в то же время эти ореолы разных слов, они между собой взаимодействуют, и отсюда возникает ощущение уверенности в сказанном или неуверенности. Потому что если эти ореолы друг с другом не контактируют, более того, если они друг другу мешают, то у нас будет ощущение, что мы не доверяем этой речи, потому что она выстроена без учета, без понимания сущности слов, которые произносятся. Причем это интуитивные ощущения. Их очень легко проверить. Ну, вы представьте себе, что вам читают какую-нибудь сложную лекцию, ну, я сейчас вот лишний пример приведу, потому что если вы начнете это делать, вы будете очень плохо слушать сложные лекции, но суть примера такая. Представьте себе, что после каждого предложения этот человек ругается, ругается нецензурно. И вы как мысленно добавляете после каждого предложения слова, и вы увидите, что всю его речь куда-то исчезла, вы не воспринимаете его речь. И это происходит не потому, что вы отягощены тем, что вы вставляете какие-то слова в его лекцию, а это связано с тем, что вы разрушаете те стилистические ореолы, которые человек создает, и за счет этого ваш мозг отказывается воспринимать эту информацию как истинную, или хотя бы как требующую внимания и запоминания. Ну, а если человек сам что-то подобное делает, то он тем самым сбрасывает память слушающих, то есть он отказывает другим понимание его речи. Ну, сегодня мы с вами говорим, почему я с этого начал, потому что мы сегодня говорим с вами о таком вроде бы понятном явлении в языке, как синонимия, но именно синонимы, они позволяют нам внимательно посмотреть на сочетаемость слов, внимательно посмотреть на их значение и стилистическую окраску. Запишем тему в синонимы. Это разные слова одной части речи. Разные слова одной части речи, называющие одно и то же явление действительности. Когда мы говорим о том, что синонимы называют одно и то же явление действительности, мы упрощаем суть. Дело в том, что два слова вообще-то никакие к тому, чтобы называть одно и то же явление действительности, но как бы подавать его с разных сторон. В этом не заключается важность синонимии для любого языка. Когда ты видишь явление, описывать его только одним словом может оказаться недостаточно, и тогда ты вводишь другие слова для описания того же самого явления, но при этом каждое слово – это своеобразный новый взгляд на это явление действительности. При этом эти взгляды могут пересекаться и становиться почти идентичными или трудноразличимыми, а могут быть настолько разными, что пока ты явления действительности не предъявляешь, даже непонятно, что они взаимодействуют. Поняли прошлое время? Давайте запишем это в виде небольших определений. Есть понятие абсолютной синонимии. Абсолютные синонимии. Это настолько тождественные друг другу по значению слова, что очень трудно сказать, чем же они вообще отличаются. То есть их употребление, их стилистика, их значение не дают нам нового взгляда на предмет, о котором мы говорим. И в этом смысле как бы одно из этих слов оказывается лишним для языка. Но вот такой классический пример абсолютных синонимов в русском языке – это слова «бегемоты» и «попотамы». Запишите их, пожалуйста. «Бегемоты» и «попотамы» – абсолютные синонимы. Сказать, чем отличаются эти два слова, кроме их этимологии. Этимологически они разные, но этимология влияет только на речи тех людей, которые ее знают или хорошо знают другие языки, с которыми пришли эти слова или с которыми они контактируют. Мы сейчас этимологическую сторону совсем не учитываем, а берем другую. Вот сказать, чем бегемот отличается от гиппопотама, фактически невозможно. То есть они идентичны. Но при этом каждый из вас достаточно легко может сказать, какое из этих слов он употребляет в реальности. Ну, только вы себе отвечаете, мне не нужно отвечать. Это и есть процесс ухода лишнего слова из языка. Но слова держатся за счет того, что у кого-то уходит бегемота, у кого-то уходит гиппопотама. Поэтому эти два слова, они остаются в языке достаточно давно и конкурентны. Вообще в языке есть процесс дифференциации. Это процесс универсальный во всех языках. Суть дифференциации в том, что все похожее или идентичное стремится к развлечению. Стремится к тому, чтобы проявить себя как некоторый новый смысл. Но это происходит достаточно медленно, и словари сдерживают это явление. Что понятно. На другом полюсе синонимии находится так называемая контекстуальная синонимия. Запишите, пожалуйста, контекстуальные синонимы. Контекстуальными называются синонимы, в значениях которых фактически нет общих компонентов. Однако благодаря усилиям говорящего Благодаря усилиям говорящего Слова становятся взаимозаменяемыми. Вот для того, чтобы описывать, что такое контекстуальные синонимы, я прибегаю не к литературным примерам, хотя это можно сделать и показать, но интереснее здесь взять слова, которые вроде бы вообще не сводятся. И не так давно я сочнел такой пример. Вот слова крокодил и дом трудно назвать, у них общий компонент. Ну кроме того, что у них есть грамматическое значение предметности. То есть у них есть сходство в грамматике, что вообще-то для синонимов не так уж важно, кроме части речи. А в остальном они совершенно разные. Согласны с этим, да? Ну, например, у крокодила есть четыре лапы, у домов лап нет. Ну что еще там привести к примеру? Крокодил живой, дом не живой. Понятно, да? То есть не надо доказывать, что они вот настолько разные, что мы бы, если бы рисовали компоненты внутри значений, то у нас бы оказалось, ну да, и то, и другое бывает зеленое. То есть, но этот компонент вряд ли можно сделать общим для них. Ну вот теперь давайте вспоминать историю Чуковского, причем некоторые древние мифы, насколько я знаю, тоже описывают взаимодействие Солнца и крокодилов. Так вот, помните, там крокодил Солнце проглотил? Теперь представляете, что он глотает его каждый вечер. То есть решен вопрос, куда девается Солнце по ночам. И вот Солнце уходит домой. Ну, то есть крокодил. Солнце там живет. Дом Солнца опустел. Это крокодил проголодался. То есть, понимаете, вот придумываешь контекст просто, и действительно оказывается, что слова становятся взаимозаменяемыми. Причем в языке это делается так легко, что в этом нет какой-то натушности. Стоит только придумать какой-то сюжет, который объясняет эту связь. Так в пределах этого сюжета такие замены будут восприниматься как вполне естественные. И пока к ним не привлечешь внимания и не поставишь опять рядом слова «дом» и «крокодил», никто даже не заметит, что эти слова стали синонимами. То есть это будет само собой происходить. Ну вот, это контекстуальная синонимия. Еще раз скажу, это два полюса синонимии. Вообще-то все расположено между ними. Синонимы бывают ближе друг к другу по значению, дальше друг от друга по значению. Но основной признак, что в некотором тексте они могут заменять друг друга, называя одно и то же явление. Еще немножко о теории синонимов. Для того, чтобы нам дальше работать и с помощью синонимов как раз тренировать свою деятельность в области разграничения маленьких значений, нам нужно ввести понятие семантических синонимов, стилистических синонимов и семантико-стилистических синонимов. Итак, семантические синонимы отличаются компонентами значения. Семантические синонимы отличаются компонентами значения. Например, два таких близких слова, как полицейский и полисмен, различаются оттенком значения. Причем, это отличие сравнительно недавнее. Чем отличаются? Конечно, полицейский это любой страж порядка, а полисмен это точно не русский страж порядка. И скорее всего мы можем перечислять страны, где он называется именно полисмен. То есть вот этот небольшой компонент значения, полисмен географически с чем-то соотнесено или государственно, а полицейский после переименования российской милиции в полицию стало словом общим и межязыковым еще больше, чем было раньше. И вот за счет этого слова разграничены. Если мы сегодня говорим «приходит полисмен», то мы скорее всего говорим о некотором явлении, связанном не с Россией. Хотя, конечно, если брать публицистику, то мы увидим, что слова эти конкурируют. И для создания некоторой игры журналисты регулярно пользуются и тем, и другим словом. Приведем еще один пример семантических синонимов, чтобы вы видели, что здесь не одинаковые отношения между словами. Например, «автомобили», «машина» — это семантические синонимы. «Автомобили», «машина». Я думаю, все вы согласитесь, что один и тот же предмет можно назвать и машиной, и автомобилем. А чем слова различаются? Тем, что машиной можно назвать еще много других, не похожих на автомобиль, предметов. То есть вот у нас отличие. Значение слова «машина» значительно шире, чем значение слова «автомобиль». Хармс писал даже о машинах стихов, которыми он владеет, имея в виду, что у него есть некоторые схемы стихотворные, по которым он может писать стихи бесконечно. И он описывал эти схемы в своих книжках и дневниках. То есть вот, соответственно, машина — это любой механизм, любое приспособление, это множество разных приборов, и все мы их можем называть машинами. Автомобиль — это только та машина, которая служит средством передвижения. Причем это самодвижущаяся машина. Дальше мы с вами смещаемся к стилистическим синонимам. Стилистические синонимы отличаются оттенками употребления или, говоря образно, вот теми самыми ореолами, которые есть у этого слова. Самые простые здесь примеры — это примеры сопоставления старославянизмов и, собственно, русских слов. Ну, например, перст и палец. Перст и палец. Эти слова точно называют одно и то же явление действительности. Перст — это тот же самый палец, а не какой-нибудь особенный. И, соответственно, мы видим, чем отличаются слова и понимаем, как они будут употребляться. Перст — где слово появляется? В каких тех текстах? Либо в художественных, как высокое поэтическое, либо в каких стилизациях под какую-то эпоху, либо в текстах, относимых к другой эпохе. Но еще нужно говорить, в религиозных текстах тоже могут появляться. Потому что там церковнославянизм очень активный, и до сих пор не решен вопрос религиозный стиль. Это стиль на каком языке? На церковнославянском или на русском? Ну вот, соответственно, у нас слова стилистически разведены, но лексически, по семантике, они ташкетскими. Понятный пример. Хочу показать вам, что язык на самом деле не любит чистых стилистических синонимов. Он пытается их наградить и другими смыслами. Связано это с тем, что стиль – это наружная вещь для языка, а язык работает с глубинными какими-то компонентами. Очень хорошо видно, как это происходит на сравнении слов «глаза» и «очи». Вы согласны, что «глаза» равно «очи». Но при этом, если вы где-то услышите контекст, у него были маленькие злые очи, вы очень удивитесь, потому что это странный контекст. А что странного? Маленькие злые глаза нормально можно сказать. В чем отличие? «Очи» закрепилось как высокое поэтическое. В художественной и поэтической речи чаще глазам, очам приписываются такие качества, как большие, красивые. Более того, если вы подумаете, вы увидите, что они по цвету у нас определены, что вряд ли вы где-то слышали о светло-серых очах, или там о голубых даже очах. С каким цветом очи у нас ассоциируются? Чёрные за счёт известного текста, с карими, в балаоте есть слово. Это большие и, как правило, тёмные глаза. И красивые. Вот эти все компоненты, они текстуальные, они не словарные, но они привнесены в слово «очи» и настолько привнесены, что уже говорить об абсолютном равенстве семантическом между словами «глаза» и «очи» трудно. Хотя, если смотреть слова, это будет абсолютное равенство, различие будет только стилистическое. Но стиль тоже вносит смысл. Наконец, третий тип, он уже понятный, это семантико-стилистические синонимы, синонимы, которые отличаются и стилем, и значением. Ну, если мы возьмём автомобильную тему, то известный рецидент, когда человек покупает себе в студенческом возрасте первую машину, он ещё только начинает учиться ездить, и он вполне осознанно покупает не просто бюджетную машину, а крайне дешёвую, старую, но которая ездит. И называют её как-нибудь так, ну, чтобы не думали, что ему вот такие машины только и нравятся, он её полушутку называет, ну, например, ведром с гайками. Понятно, да? Или там тазиком, если он купил, а у нас, или ещё как, корытом, да, с жалом. То есть он может её по-разному называть. Это понятны ведь все логики, да? Соответственно, в жаргоне слово «бедро» и слово «автомобиль» становятся синонимами. Это синонимы семантико-стилистические, потому что они отличаются по значению. «Ведро» — это не любой автомобиль, а только плохой старый автомобиль. «Ведро» — это слово, которое автомобилем становится только в пределах разговорной речи, и это с жаргонизм. То есть у него есть отличие и стилистическое, и семантическое. Ну вот, в общем-то, теории достаточно на сегодня. Сейчас мы будем только практически уже работать. И начнём мы с такой нелёгкой работы. Мы будем отличать друг от друга слова «смелый» и «храбрый». «Смелый» и «храбрый». Вы это, пожалуйста, сделайте вот так вот. Запишите рядом слова «смелый» и «храбрый». Нарисуйте между ними, или под ними и между ними кружок, и постарайтесь описать те значения, из которых и состоят эти слова. Понятно? Потом подбирайте сюда существительные. Сюда и сюда. То есть скажите мне, кто что бывает смелым и храбрым. Четыре-пять слов вполне достаточно. Старайтесь искать именно такие существительные, которые смелым, например, бывают, а храбрым не бывают, или наоборот. За счёт этого вы поймёте и то, что находится внутри, и то, чем отличаются эти слова. Поработайте с этим 5-7 минут, потом будем смотреть, что получается. Если что-нибудь скажу, извиняйтесь заранее. Лукманова. Чувакова Маша. Ангузович. Сушаков. Майкова. Индаму-толилизм. Нет, да. На руль новосток. Суханов. Хазамов Захарова Владышева Нет? Нанышев Слободчиков Скобыляев Урусова Кабатица Магия Щепанова Макар Лисцова Инишев Передайте, пожалуйста Лемешенко Усанова Скачков Липеха Соколовский Хамиулина Хамиулина Может быть, может Наверное Я, по-моему, не записываю Все Сотников Альхипель Слепушкин Проценко Передайте, пожалуйста Туда Вдали Ильченко Ягубов Да пусть у меня лежит Подойдут Хакимулина Нет Хакимулина Чумак Напоминаю От 5 баллов И выше Это зачет Ниже 5 баллов Это не зачет Работа не переписывается Ну, некоторые удивили меня Не написав Ну, в общем Предсказуемо Что Много поставлено 5 баллов Которые внутренне содержат много минусов 5 баллов Это уже зачет Ну, это значит Что люди в целом Показали Что они Что-то Понимают Но Ну, ладно Не обсуждаем Словари Кому интересно Потом можно подойти Задать вопросы А Как обсуждать Что-то Спасибо Кто Или что бывает смелым Смелое решение Смелое решение Смелое решение Смелое заявление Еще что Смелый замысел Смелый замысел Очень хорошо Ну, и конечно Бывает смелый боец Да, то есть Это тоже бывает Но смелый замысел Смелое решение Отвечает существенно смелого от храброго Да Храбрый Кто? Вольн 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 Значение Это только Оживых Да Только Огодушевленных Либо Объединяя Огодушевленных То есть Храбрый замысел так не говорят. По существительным хорошо все получилось, что внутрь записали, что там есть в смелом и храбром? Ну отвага это вы на самом деле уже идете дальше по синонимическому ряду, потому что надо спрашивать, а чем отважно и отличается от смелого и храброго? Ну препятствие замените на другое слово, потому что это же не прыгуны в высоту, что они преодолевают? Страх, вот там ключевое это слово, смелый и храбрый ключевое слово это страх, и это действительно люди преодолевающие страх. Вообще-то для понимания слов смелый и храбрый очень важно понимать, что такое страх. Если это непонятно, то ну очень трудно описать себе, кто такой смелый, кто такой храбрый, но мы сейчас о страхе не будем говорить, итак они преодолевают страх, что еще у них есть важное? Героизм, это вы все добавляете, еще добавляете. Страх, опасность, действительно. Когда вы говорите преодоление, вы на что рассчитываете? Все-таки придется нам описывать, что такое страх. Имеющая способность сделать что-либо, что не способно сделать из человека. Решительность. Решительность очень хорошее слово, и действительно это способные делать, но реально это все соотнесено, потому что преодоление страха это и есть решительность, то есть надо обязательно активно действовать. Стоять и не бояться, и ничего не делать, это еще не смелость и не храбрость. Понятно? Медведь напал на соседа, не боюсь ничего. То есть вот этот подход, что... Ну, я знаю, ничего страшного, не боюсь. Вот этот подход, это не подход смелого и храброго, да? То есть это одновременно преодоление страха и решительность. Это вот здесь у нас списано, это основные идеи этих слов и вообще всего синонимического ряда. Это запишите, если еще не записано. Преодоление страха, решительность. Смелый и храбрый достаточно трудно разграничить между собой, хотя за счет словосочетаний вы это уже сделали. Чем смелое решение отличается от смелого бойца? Да. Чем смелый замысел отличается от храброго бойца? Ну, нет. Здесь вот по грамматике так легко все не получается, потому что грамматика это другая часть значений. В грамматике есть собственные возможности. Можно показать, что храбрый тоже бывает с неодушевленными, что смелый с одушевленными. Тут такого разграничения нет. Смелый поступок, выход за рамки, неординарный. И храбрый поступок, выход за рамки, правда? Может и смелый это неодушевленный. Вот давайте про смелый замысел поговорим. Замысел, замысел, и ничего не делаем. А поможет, когда вам известно, что для этих концептов, ну, по итогам. Ой, ой, куда-то вы в пепли уходите. Смотрите на базовые компоненты. Страх его преодоления и решительность. В смелом замысле есть опасность? Да. То есть, ну, такой, дай-ка я решу задачу как-нибудь, не как нас учитель решил, как-нибудь. Придумывать мы можем, друзья, много, но пакт остается пактом. Сравнивать ситуацию боевых действий и смелости, необходимые там, и ситуацию, когда человек предлагает смелое решение, в значении интересное, дерзкое, неожиданное решение, здесь говорить о том, что это... В тех же боевых действиях предлагает там боец, как смелое решение, проблема. Вот предлагать смелое решение, это не значит быть смелым. Генералу боец, да? Я и говорю, вот не зря вы упомянули генерала, это не одно и то же. Предложить смелое решение и идти воевать, это не одно и то же. Ну, ладно. Смело не связано со смертью, правый сон связано со смертью. Ой, давайте, но слова смерть у нас здесь нет. Мне бы хотелось, чтобы мы остались с вами вот в этих двух ходах, очень простых. Смотрите, и смелый, и храбрый содержат в себе и решительность, и преодоление страха. Обязательно. Но смелый за счет контекстов, это хорошо видно, у него преодоление страха иногда уходит на периферию. Тогда как решительность, склонность к действиям, поиск действий для него всегда впереди. У храброго впереди как раз идея того, что он способен преодолевать страх. Поэтому мы словом храбрый очень часто описываем черту характера. Не реальные поступки, а черту характера. То есть ему не склонен бояться. Смелый и храбрый именно так разграничиваются. У них одинаковые компоненты значения. Но при этом у смелого впереди склонность к действиям, а у храброго впереди от преодоления страха. При этом и склонность к действиям, и преодоление страха всегда остается. Я не хочу сказать, что в контексте смелое решение, я точно знаю, что человек ничего не боится. Бывают такие научные руководители, что, конечно, очень не боится. Можут предложить смелое решение. Но бывает и наоборот, черту. Понятно? Теперь смотрите, мы будем развивать это. Вот на этом плохо застревать надолго. Допишите сейчас в развитии этого ряда слова. Мужественный, отважный, неустрашимый, бесстрашный. Мужественный, отважный, неустрашимый, бесстрашный. И для каждого из этих слов попытайтесь найти один компонент, два компонента, которые это слово принесет в общее значение синонимического ряда. Вот мы исходим из... А, да, знаете, надо вверху теперь подписать боец. Вот сюда. Потому что, если мы сейчас про всех мужественных будем говорить, то будет очень долгая история. Мы сейчас смотрим на словосочетание смелый боец, храбрый боец, мужественный боец, отважный боец, неустрашимый боец, бесстрашный боец. То есть только со словом боец, все, других существительных больше не ищем. Но при этом я прошу вас напротив слова мужественный записать один-два микрокомпонента, которых вот сейчас здесь нет. Но слово мужественный вносит их сюда. Мы исходим из того, что мужественный обязательно тоже храбрый. Отважный обязательно смелый и храбрый. То есть мы не ищем, почему он не смелый. Это будет странный контекст. Все они, про кого мы говорим, они все смелые. Но теперь расскажите, что добавляется. Вот сначала напишите там, как обычно, помните, это общая идея курса, что пока мы говорим, мы на самом деле своей голове мало помогаем и, главное, чужим головам сразу же мешаем. Надо именно записать. Пусть там будет сто раз неправильно и неудачно, но пусть возле каждого из слов появится вот этот компонент значений. Даже если вы возле мужественной напишите «мужчина», пожалуйста, хотя это не правда. «Мужчина» «Мужчина» Продолжение следует... Продолжение следует... Смелый уже было у нас, да? Мужественный, выглядящий... Мужественный... Выглядели и выглядящий внешний... Да, действительно, реклама нам навязала некоторое представление, что мужественный это внешний вид. Определенный внешний вид соотносится с понятием мужественный в русской культуре сейчас. Это действительно есть, правда, к бойцу это вряд ли имеет отношение. Почему? Имеет, да? Мне так казалось. Терпение очень хорошо, очень правильно внесли, очень интересно. Что у вас? Храбрый, упорный, сильный. Упорный, очень хорошо. Сильный, упорный. Храбрый не надо вносить, храбрый у нас уже есть, да? То есть упорный и сильный. Хорошо. Вот терпение, упорство это действительно то, что внесено сюда. Не добавлен еще один компонент. Уверенный. Ну, давайте уверенный поразвиваем, тогда мы его найдем в этих компонентах. Ответственный. Ответственный, очень хорошо, очень правильно. Давайте вспомним, за счет чего можно преодолеть страх. Сила боли. Ну, сила боли абстракция такая. Типа я бросил курить, у меня сила боли большая. Я храню. Не знаете, да? Это вообще психологические практики обозновенные. Заказать, по-моему, что они страшны. Вообще, если есть люди, которые боятся собак, когда сильно боитесь собак, а деться некуда, хохочите. Когда вас пугают, хохочите. Вы будете, страх будет куда-то исчезать. Два самых простых способа ухода от страха, это смерть и это истерика. Люди истерят, когда боятся, это они защищаются от страха. Поэтому очень часто смелые и храбрые люди выглядят как истерички. Потому что они действительно очень активны, очень экспрессивны, но они истерят. А вот мужественный, он этим и отличается. Он совсем не истеричка. Мужественный это человек, который способен сохранять рассудок в минуты опасности. Это обязательно его черта. Он действительно терпеливый, он упорный и он сохраняет рассудок в минуты опасности. Я согласен, что в словах типа уверенный и ответственный, это другими словами тоже было сказано. Вот если смелого на слабо можно заставить бежать на паровоз, то мужественный этого делать не будет в принципе. Именно потому что это глупый, ему рассудок не позволяет так поступать. Понятно? То есть вот эти вот отличия, они там есть. Терпеливый я тоже готов пояснить. Как раз в связи с словосочетанием «мужественная женщина». Мне это словосочетание не кажется хорошим для русского языка, но вы знаете, его употребляли и Тургенев, и Толстой, и Достоевский. И они лучше меня знают в русском языке. Это я вам точно говорю. Соответственно, мое вкусовое здесь ощущение, что «мужественная женщина» – это не очень хорошо, это просто недостаток моего чутья. А вообще-то слово «мужественный» не связано с мужиковатостью, а связано с тем, что психологи давно выяснили, женщины гораздо мужественнее мужчины. Почему? Потому что и рассудок долго, дольше сохраняют, и главная ситуация опасности умеют терпеть. Правда, психологи тут же успокаивают мужчин, что если бы мужчины были терпеливыми, давно бы все вымерли. Потому что мужчине так предписано, что он должен взорваться и что-то побежать делать. И выживает именно тот, кто побежал делать что-то, а не тот, кто терпел-терпел и ждал, пока ему голову разобил. То есть в этом смысле тут нормально все. Но обратите внимание на типовые контексты «мужественно переносил боль». Это описание терпеливости, по сути. Движемся дальше. Отважный, что привнесено? Что у вас дописалось к слову «отважный»? Ничего не было. То есть он такой же, как смелый. Благородный. Я с мужем работал все время. Благородный, добавка хорошая. Ничего не добавлял. Кто добавлял? Поднимайте руки. Именно риск и готовность к приключениям. Риск, готовность к приключениям. Но слово «приключения» вообще странно сюда добавилось. Потому что это отважный боец. Некоторая безбашенность. Некоторая безбашенность вам это задается. Кто там важный? Главное, безбашенно лидирующий предводительствующий. Предводительствующий. Высокий моральный дух. Высокий моральный дух. Согласен, интересный ход. Может еще умение. Быстро принимать решение. Страистую ситуацию. Но они вообще все должны уметь быстро принимать решение. Иначе тут меняется что-то. Давайте вы забыли, что в стилистику надо еще смотреть. Вы все о значении говорите, а стилистические компоненты сейчас совсем не учитываете. Действительно отважный по сравнению с тремя предшествующими словами. Это слово, сдвинутое в высокие ресурсы языка. У него нет в словаре помета высокая. Но в словаре синонимов оно описано именно так. Сдвинутый в сторону высокой речи. Ну вот не знаю, я не готов сейчас обобщить правильно вы описывали отважного или нет. Но я понимаю, что об отважном человеке надо говорить не до того, как он совершил подвиг, а после того, как он совершил подвиг. Что это принципиальное отличие. Отважный – это совершивший подвиг. И смелый, и храбрый, и мужественный – это предрасположенный к нему. Об отваге говорят только как о факте свершившемся. Именно поэтому отважный боец, ну по крайней мере у меня в ассоциациях, это очень часто мертвый боец. То есть это некоторая речь после смерти, когда о нем уже говорят, что он отважный. Но, к счастью, не все совершившие подвиг погибают. Поэтому такая ассоциация – это только личные дополнения и ничего больше. Итак, отважный он такой же, смелый и храбрый, но это действительно высокое слово. И это действительно постфактум, совершивший подвиг. Соответственно, то, что вы туда вносили идеи лидерства, идеи высокой степени смелости и действия, моральных качеств высоких, то это все туда, я думаю, так или иначе входит в виде составляющей. Ну, теперь попроще, неустрашимый боец – это какой боец? Вот очень правильно здесь слово «запугать» появляется. Не запугаешь. Не боящиеся они все, иначе было бы странно их вообще тут рассматривать. Вот неустрашимый – это действительно тот, кого запугивают, а он не пугается. То есть здесь описана уже отдельная ситуация. Неустрашимый – тот, кого запугиваешь, а он не будет принимать невыгодные для себя решения под действием этих угроз. Ну и, соответственно, да, он психически устойчивый. Что еще добавляли? Стойкий. Стойкий, ну, это сходные, да, вещи, они действительно есть, правильно. А бесстрашный, наконец, кто? Ну, и вообще не страшно. Чего? Может, я не написал? Уже переменка ваша должна идти, поэтому очень коротко. Действительно, бесстрашного можно описать именно так – вообще не чувствующий страха. И действительно, психологи бы это и психиатры описали как болезнь. Потому что страх – это одна из социальных реакций. Дети рождаются без страха и потом приобретают страх, который защищает их от опасности. Человек, который вообще не испытывает страха, у него действительно какое-то отклонение психическое. Вообще-то бесстрашным называют не психа. Бесстрашный называют человека, у которого фаза страха до его преодоления так мала и так незаметна внешне, что о нем говорят бесстрашный. Потому что, ну, представьте себе человека, который с высокой мышки должен прыгать. И есть человек, который разбегается и прыгает, даже если он прыгает в первый раз, это люди, боящиеся бояться. Но есть и большая категория людей, подходящих к мышке, вот так вот. Ну да, стоящих, смотрящих, и только потом, типа, ну, стыдно не прыгнуть уже раз залез, прыгающих. То есть вот это вот различие – это и есть человек бесстрашный. Это человек, который пробежал и прыгнул, он может и боится. Он просто это не показывает. И тот, который встал, посмотрел, явно у него что-то дрогнуло, но он все-таки прыгнул. Он смелый, но вот бесстрашным мы его не называем. Вот пять минут. Пять минут отдыхаем. Как нужно всем записать, независимо от того, сколько у вас ошибок. Как делаем, чтобы дальше вам было. Можно этим пользоваться, если вы сами вдруг почувствовали, что у вас грамотность поехала. Такое бывает, поэтому все типы работа над ошибками я прошу записать. Итак, первое – это от одной до пяти ошибок. От одной до пяти ошибок. То есть это те, у кого зачет. Вам нужно на каждую ошибку привести один-два примера корректного использования нормы. На каждую ошибку привести один-два примера корректного использования нормы. Это делается на тех же листочках, на которых писали диктанты. От шести до десяти ошибок. Второй вариант работы над ошибками. Шесть-десять ошибок. Первый шаг – идентифицировать каждую ошибку. Идентифицировать ошибку. То есть указать на какое правило. Второе. Выполнить упражнение из сборника розенталя на каждую ошибку. То есть одна ошибка – одно упражнение. Из сборника розенталя на каждую ошибку. Я напишу еще по буквам это розенталь. Следующий – третий тип работы над ошибками. От одиннадцати и выше. Конечно. Здесь большая работа. Можно первым шагом писать, завести толстую тетрадку. Но это действительно так. Потому что если у вас на такой диктант выше десяти ошибок, это значит, что вам надо прямо серьезно проработать письменную речь. Иначе вы все время будете нехорошо выглядеть в глазах людей, которым вы что-то написали. Здесь шаги такие. Первый остается – идентифицировать ошибку. Второй. Полностью переписать правило, которое нарушено. Полностью переписать правило, которое нарушено. Третье. На каждую ошибку выполнить одно упражнение. То есть здесь добавляются правила, причем при работе над ошибками я эти правила могу спрашивать и просить вас показать, как вы их применяете. Переписывание в данном случае – это не перенесение с помощью ксерокса или принтера именно переписывания, потому что люди, которые делают много ошибок, это уверенно можно сказать, они не следят за своей письменной речью, и им нужно дать задание долго пописать, следя за своей письменной речью. Называю сборник «Розенталь Д.Э.Розенталь Д.Марияшевич». Называется это русский язык, пособие для поступающих в вузы. Очень часто с подзаголовками типа «Орфография», «Пунктуация», «Стилистика». Особие для поступающих в вузы. Издавалось миллионными тиражами еще с советских времен и переиздается до сих пор в доработанном виде. В книжных стоит порядка 120 рублей, книжными не доплачивают, покупать необязательно. В университетской библиотеке может их не хватить, потому что вас много, сборник там есть, но не в миллионных проекциях. Где его можно искать уверенно в школьных библиотеках и в разных районных библиотеках. Он обычно хорошо представлен. В интернете тоже ребята находят. У меня нет ссылки такой уверенной, чтобы я вам дал. Но несколько лет я говорил, что нет его в интернете. Как-то, видимо, его вычищают, потому что книга востребованная. А сейчас вот мне этого года ребята сказали, что нашли, есть и в нормальном виде. То есть можно и в электронном виде поискать, найти. Чем хорош сборник, почему именно на него ссылаются? Там, во-первых, выложены все правила полностью, а не купированные. Во-вторых, там упражнения подобраны так, чтобы человек, который их пролешал, он действительно развивал свою грамотность. То есть там не просто случайный набор случаев каких-то фрагментов, а там подобрано так, чтобы вы разные стороны правила увидели в этом упражнении. Теперь услышьте меня. Я эту работу проверяю только очень поверхностно. То есть рассчитывать, что это работа, это такой способ общения со мной не получится, потому что у нас не входит в программу обучения орфографии и пунктуации, входит только проверка, чтобы этот уровень был нормальный, чтобы вам самим было не стыдно за то, как вы пишете. То есть у нас нет отчетности по орфографии и пунктуации, другой кроме этого диктанта. Соответственно, вы выполняете работу над ошибками. Вы ее сдаете мне, сдавать вы ее будете в переменку между двумя часами. Я бегло просматриваю. Если я нахожу там любую ошибку, я ее вам обвожу и возвращаю работу над ошибками. Взгляд у преподавателей дурацкий. Я ничего читать не буду, а если там есть ошибки, я их все равно найду. То есть надо правдами или неправдами обязательно выполнить все правильно. Я только два раза разрешаю сдать мне работу. Если первый раз сдали с ошибкой, на второй раз опять ошибки я нашел, это значит, я переписал упражнение, попросил всю работу делать замок. Поэтому те, кто не сделает работу над ошибками, это значит, что у вас будет два зачета. Один по орфографии и пунктуации, второй по нашему предмету. То есть я так или иначе обязан проверить, чтобы ваш уровень владения письменной речью был более-менее сносный. Так что лучше сделать эту работу дома сидя, а не ставить в эту прозру финальный наш зачет. Что-то еще надо рассказать? Да, ошибка в именах собственных. Там нет такого упражнения. Имена собственные я давал для того, чтобы привлечь ваше внимание, что грамотность людей с высшим образованием очень часто связана с написанием трудных для написания иноязычных собственных имен. Очень часто. И я, конечно, не прошу вас составить мне список философов. Напротив, у кого есть ошибка в этих именах собственных, это означает, что вам нужно открыть свои энциклопедии, учебники по физике и просмотреть те имена, которые вы произносите и вам произносят. Вы вообще-то знаете, как их пишет писатель или нет? И составить мне порядка 30 слов, словник, из имен собственных, имеющих отношение к физике. Обращайте внимание на то, что это могут быть не фамилии человека, а его имя первое. Поэтому смотрите здесь на полную развертку, потому что я уверен, что если бы я вместо Кант диктовал Эммануил Кант, то некоторый ряд ошибок был бы и там. То есть это вполне понятная вещь, и я прошу вас ее учесть. Это для вас только сделано, чтобы вы в своей специальности увереннее себя чувствовали, когда что-то называете. Ну, вроде бы, все. А есть ли такие ошибки по услышанию написала, например, которые, генество, которому, как это делать? Как с ними решаем? То, что на полях вынесено, как грамматическая или фактическая ошибка. Делать в последнюю очередь, и можно сначала показать мне работу, и потом задать вопрос, как быть. Когда вы мне сдадите свой письменный текст, я увижу, это правда была такая невнимательность. Или вы действительно плохо видите связи слов. И если вы плохо их видите, я вам дам упражнение на грамматику. А если это просто случайность, то я скажу, ну ладно, бывает. Это, конечно, не совсем ослышки, потому что рядом ведь есть слова, которые заставляли писать правильно, а произносятся такие концовки одинаково в русском языке. Вот. Ну ладно. Еще вопрос, если есть, короткий, я готов ответить, чтобы двигаться дальше. У нас еще много вопросов. Вот вспомнил еще один момент. Я не буду подсказывать, на какое правило ошибка. Это часть вашей работы. Но, те особенно, у кого много ошибок, прежде чем перейти к написанию упражнений и правил, выполнив первый шаг, идентификация, подойдите ко мне и скажите, это действительно на это правило или нет. Потому что, если окажется, что вы не на то правило записали и выписали упражнение, выполнили, то понятно, что я его забракую и попрошу делать другое. Чтоб лишние работы не делать, то вот обращайтесь. Ну и, конечно, не скрою, что я очень рассчитываю на то, что вы будете обращаться не только ко мне, а ко всем тем, кто неплохо разбирается в орфографии и пунктуации вообще в русском языке. То есть спрашивайте у тех, кто написал на зачет, пусть они немножко на вас поработают, спрашивайте у своих старших товарищей, коллег, у младших сестер, которые замечательно учатся, например, в школе сейчас. То есть у разных людей, чтобы они вам помогали. Потому что орфография и пунктуация, она вообще-то спокойный, требующий только внимания при письмене чего-то больше. Ну ладно, сдвигаемся. Ну да, конечно, человек мне сдаст, я подпишу. Тридцать имен тоже? Ну да. Но вообще-то там не на тридцать имен, вы не внимательны были. Если от одной до пяти, то там сказано два-три случая на каждую нору. То есть там вообще-то не предполагается упражнение. Тридцать имен это для тех, у кого не зачеты и кому надо выполнять упражнения. Друзья, движемся дальше. Мы продолжаем работать с синонимами. Сейчас у нас такая будет работа. Мы запишем с вами искаженный текст у принад. Те, кто работает с интернетом, сейчас с коммуникаторами, конечно, могут очень быстро открыть текст и посмотреть. И я даже не против, чтобы вы это сделали на здоровье. Суть задания не соревноваться с Куприным. Поэтому на самом деле подглядывать, что там сделал Куприн, не так уж принципиально, хотя и нужно. Соревнований нет. Куприн, свой автор, вы сами люди. Вы поэтому подбираете слова, которые считаете нужным. Я сейчас буду диктовать со всеми знаками, там кроме знаков внутри скобок запятые, а то это очень дурацкий на слове звучит. Вот, при перечислении запятые сами ставьте. Дальше, какое будет задание? Мы запишем. Вы подчеркнете в каждой скобке то одно слово, которое считаете сюда наиболее подходящее. Понятно? Но обсуждать мы будем не столько то, почему вы выбрали это слово, сколько то, почему вы отказались от других. И вторая часть работы, она самая важная. Важно не то, что вы выбрали, удачно или неудачно. Важно то, на каких основаниях вы отказываетесь от вариантов. И вы должны будете для каждой скобки, для каждой, выбрать хотя бы одно слово из этой скобки и объяснить. Вот это слово я не взял, потому-то. Причем аргумент, типа не нравится или не звучит, лучше не выбирать. Но аргументы могут быть интуитивными. Например, у меня есть одна соседка, я ее ненавижу, она всегда так говорит. Это аргумент. Понятно? То есть это возможно. Но старайтесь, это вы не мне будете объяснять, это вы на самом деле объясняете своему мозгу, по какому принципу вы одни слова считаете менее подходящими, а другие более подходящими. И это чрезвычайно важная вещь, которую очень редко мы сами проделываем. Мы всегда глупенько, извините за это слово, радуемся своим успехам. Вот получилось что-то хорошее, и мы искренне радуемся. Но я вам уже говорил, наш мозг не радуется с нами. Он говорит нам, да ты тупой, я всегда все хорошо делаю, ты просто не всегда понимаешь. То есть он, вот это похвала для него мало что значит, а показать, вот это не так, это для него важно, потому что это настраивает алгоритмы, запускает нужные программы. Открываем скобку. Закрываем скобку. Закрываем скобку. Неспокойный, бушующий, тепучий, бурлящий, шумный, бурливый, закрываем скобку, и грязный горный поток, после запятой, выбегала из-под земли в тени кривых дубов и открываем скобку. Открываем скобку густого, плотного, сплошного, закрываем скобку. Орешника. Говорливая, запятая, открываем скобку, ледяная, студеная, холодная. Закрываем скобку. Струйка воды. Проверьте это предложение. Близко, не далеко, не подалеку, поблизости, вблизи от моста, перекинутого через неспокойный, бушующий, кипучий, бурлящий, шумный, бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли в тени кривых дубов и густого, плотного, сплошного орешника говорливая, ледяная, студеная, холодная, струйка воды. Следующее предложение. Она проделала в... Открываем скобку. Земле, почве, грунте. Скобку закрыли. Круглый. Скобку открыли. Мелкий, небольшой, неглубокий. Скобку закрыли. Водоем, из которого... Водоем, запятая, из которого... Открыли скобку. Убегала, мчалась, неслась, сбегала... В ручей, тонкой змейкой. Блестевший в траве. Запятая... После змейкой запятую не забудьте. В ручей, в траве запятая. Как живое серебро. Проверьте это предложение. Она проделала в земле почве грунт. Будьте. Круглый, мелкий, небольшой, неглубокий. Водоем, из которого... Убегала, мчалась, неслась, сбегала... В ручей, тонкой змейкой. Блестевший в траве, как живое серебро. Итак, ваша работа. Первый шаг. Из каждой скобки одно слово подчеркнуть, как слово, которое вы выбрали. Дальше. Из каждой скобки выбрать одно слово, про которое вы письменно говорите, почему вы его не взяли. Итак, подчеркнуть первая часть работы, потом из оставшихся взять одно слово и объяснить, почему оно сюда не подходит. Можно объяснить, почему взяли то и, соответственно, почему не взяли все остальные? Ну, можно попробовать, но вообще нет. Другой алгоритм работы. Надо именно объяснять неподходящее. Потому что это подходит. Вот это... Это вы идете на поводу привычного, того, что вы и так всегда делаете. А мы это будем для себя писать? То есть... Вы это пишите для себя и потом читаете. Ну, за ошибки имена никогда писать имеется в виду, что можно сокращать, пользоваться любимыми знаками. о,、 To I... О,, О, О. О, 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 О. О, О. Продолжение следует... 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 И то ему... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...